В эфире программа «Практическая психология» в студии семейный психолог Надежда Бушмелева, а также с нами сегодня Светлана Занько. Света, добрый день, добрый вечер. Добрый день, добрый вечер. Мы так договорились в начале программы, что будем, видимо, так здороваться, в связи с тем, что программа выходит и днём, и вечером. Да, мне нравится. Хорошо звучит. А сегодня у нас приглашен, я думаю, по просьбе многих наших слушателей, мужчину-психолог, сегодня у нас экспертом нашей программы, название которой является «Измена», является директор Центра кризисной психологии «Два крыла» Скобелкин Артём. Артём, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Светлана, здравствуйте, Надежда, здравствуйте, все слушатели. Рад тому, что меня пригласили, надеюсь, быть полезным. Отлично. Дело в том, что у нас тема такая, «Измена», как я уже сказала, да, тема, которая должна, наверное, быть рассмотрена с точки зрения и женщины, и мужчины. Можно я прям преамбулу твою зачитаю? Да, давайте. Потому что Надежда всегда в Фейсбуке закидывает в Фейсбук удочку, да, в преддверии программы, и вот эта тема вызвала просто, ну, такую полемику, можно читать там целый вечер, что понаписали люди, вполне известные люди, с хорошим жизненным уже опытом. Надя спрашивала, вы когда-нибудь изменяли, изменяли ли вам? Как вам кажется, в какой роли быть легче? Того, кто изменил или и жертвовали это тогда, да, или кому изменили? Как жить после измены? Есть ли жизнь после нее? Да, есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Вот и мнение, которое в Фейсбуке там выскакивает, я сегодня буду периодически зачитывать. Отлично. Ну, сначала, наверное, определимся сразу, да, Артем, что такое измена, о чем мы сегодня будем говорить? Да, конечно, это необходимо сделать, так как измена, даже одно слово в нашей теме вызвало такое большое количество разных комментариев, откликов. А если перефразировать классика, да, то измена, сколько в этом слове для сердца вообще человеческого слилось? Более. Потому что мы проживаем жизнь, и вот это одно из основных травмирующих событий, которые только может быть в жизни человека. Оно травмирует больше всего, неважно, мужчина или женщина, но вместе с этим мужчина и женщина воспринимают это по-разному. Я предлагаю сегодняшнюю тему и вообще слово измена трактовать пока только с физической стороны. Да, конечно же, мы будем смотреть с вами сегодня физика, но, как вы понимаете, физика вытекает потом еще и в психологию. Конечно, так как это, мы говорим про физический, но здесь именно больше-то всего, конечно, психологического, эмоционального в этом всем физическом. Мы берем физическое только потому, что это измеримо и понятно. Хорошо, вот смотрите, немного статистики, но без цифр, хорошо? Интересно, только психолог так может. Мы так можем. Я буду такими категориями, как, например, больше-меньше. Вчера специально прям погрузилась в эту тему, последнее исследование провели в Европе, но если мы с вами Россия часть Европы, то мы можем так немножко присоседиться. Да, присоседиться к этому состоянию. На Европейской части Российской Федерации. Да, тем не менее. Есть такие данные, что мужчины изменяют чаще, чем женщины. Вот это новость. Вы можете с вами поспорить. Действительно ли у вас новость? Я вот теперь не знаю на самом деле. Судя по комментариям в Фейсбуке, все может быть. Далее, для того, чтобы принять решение изменить мужчине, для женщины, кроме физики, нужно еще и какая-то химическая составляющая. Это состояние каких-то там эмоциональных привязок, каких-то переживаний таких. Для мужчины нет. Для мужчины очень легко и просто. Физика – это физика. Все. И дальше мы идем. Это по выводам ученых европейских. Это по опросу как раз вот тех самых респондентов, которые говорят, что да, в принципе. И что еще немаловажно, когда я вчера читала вот эти статьи, я поняла, что чаще всего чувство вины особенно сильно воспринимается женщиной, если женщина изменила. Мужчина такое чувство вины испытывает, но он не очень сильно с этим грузом долго идет. Он этот груз легко может предложить на кого-нибудь. Да, ну, более, наверное, подробно, потому что вы сталкивались, я думаю, с этим в жизни, да, клиенты у вас были. Мы, да, ну, это постоянная практика, когда человек обращается с такой ситуацией, с такой проблемой. И, наверное, как мужчине-психологу, мне приходят мужчины-клиенты, которые готовы доверить то, что они готовы доверить психологу женщине, опасаясь, что его будут осуждать. Я по своему профессиональному опыту не могу разделить на то количество людей, которые относятся к этому проще, то количество людей, которым тот пол, который воспринимает это все как-то по-другому, по-физически и по-химически. Мужчины, мы же будем рассматривать, наверное, зрелую личность, зрелого мужчину и зрелую женщину, в плане психологическом зрелую личность. Так вот, мужчина несет, вообще, суть мужчины в ответственности, мужчину мы считаем тогда, когда он несет какую-то ответственность, социальную или семейную, да. То есть, это хорошее замечание. Те, кто безответственны, те не мужчины. Да, ну, поэтому слово мужчина состоит из двух частей, да, муж и чин. Если он не несет ответственности, то он еще юноша не подросший до того момента, когда он может нести ответственность. Для чего я все это говорю? То есть, мы можем сейчас с вами сразу же понимать, да, что и в 50 лет может быть юноша. И в 50 лет может быть юноша. Но давайте проследим сейчас цепочку чувства вины и ответственности. Ведь если мужчина несет чувство вины, если мужчина испытывает чувство вины за то, что он, неся ответственность, ее как-то не смог вынести все эти отношения, то в такой ситуации мужчины испытывают вину почти всегда. И те клиенты, мужчины, которые обращаются, они как раз-таки приходят с вопросом, что сделать с виной, а не с тем, что сделать с женой, с новой подругой, с кем-то еще. Что сделать с той виной, которую я не могу никак от себя убрать? Убрать. Я виноват. Помогите мне. Возьмите либо на себя, либо перекиньте на ту негодяйку-любовницу, которая меня привлекла к себе. Либо жену, которая... Либо жена, потому что она ходит неизвестно в чем. И поэтому я вот такой хороший взял и... Изменил. Я просто вынужден. Я просто был вынужден. Это типичная мужская позиция, да? Типичная мужская позиция в том, что мужчина чувствует вину. Неважно, перед женой, перед любовницей он эту вину чувствует в своем. Это его вина. И ему тяжело идти с ней дальше. Я про другое, про то, что он пытается переложить. Это в природе человек. Он пытается ее куда-то деть. Женщины тоже пытаются переложить? Мы все пытаемся что-то на кого-то переложить. Если нам тяжело, и мы не справляемся, мы говорим, друзья, помогите, пожалуйста. Либо специалисты, помогите. Бывает незрелая позиция, когда говорят, а это не моя вина. Но вина есть. Он говорит, это не моя, она оказалась так. В любом случае, я думаю, что об этом нужно сказать. Вот неважно, 5 лет мужчине, 15, 25 или 55, мы чувствуем одинаково. Мы внешне разные, мы физически разные, мы взрослее от наше тело. А внутри мы также переживаем боль какой-то разочарованности, предательства, обиды. И обиды, и мужчинами, и женщинами, и измена-то, обида от измены воспринимается как то предательство, неизвестно от пола, который человек теперь вынужден как-то с этим жить. Хорошо, давайте сейчас попробуем найти корень зла, причины назовем. Чаще всего... Мы начали, давайте вот так, можно ли я, да, со стороны. Если мы начали про историю, когда мужчина изменяет и чувствует вину, и приходит. Вот давайте вот про эту ситуацию сначала, да, когда мужчина изменил. Вот здесь причина. Мы сейчас, ну, то есть мы можем объяснить, кто виноват и что делать. Да, возьмем, кто виноват. С этим вопросом, это второй вообще по популярности вопрос, кто в этом виноват, скажите, что не я. Ну да, это обязательно. И, конечно же, мы можем сказать, ну, конечно, не ты. Конечно, это общество и, конечно, но если говорить так вот максимально честно, да, то виновата здесь и вообще обстановка в семье, и конкретно тот человек, который изменил. Потому что ведь сама измена просто так не происходит. Если это не какое-то вот, не какое-то вот мимолетное просто увлечение в состоянии эффекта полуминута. Или подвозителю алкоголя. Да. То есть ситуация эта складывается из двух факторов. Из того, что мужчина сам решил и эту ответственность за жену переложил на кого-то и вдруг увлекся чем-то другим. И первое, это составляющее, когда сами отношения, они дают возможность к этому, подталкивают к этому. Но всегда мы говорим, что мужчина вот при всем уважении, вот без обид, ну а если изменили вы, то виноваты вы. Вот просто, чисто профессионально и вот так. Виноваты вы несете ответственность. Потому что то, что вы сделали, это действие, а вы носитель этого действия и вы творец этого действия. Вы это сделали. Хорошо звучит, да, Света? Принять вину? Нет, вот когда человеку возвращают его ответственность. Да, нет, это конечно. Вместе с этим, смотрите, для того, чтобы мы понимали сам механизм, мы его можем сказать там в 20-30 словах. Суть в чем? В чем вина мужчины, да? Если ему говорят, что он виноват, или женщине говорят, что она виновата, то если она не понимает его, он не понимает, в чем он виноват, то тогда эта вина, она такая, какая-то излишняя, непонятная, навязанная кем-то. Надуманная. Надуманная кем-то. Мы, бывает так, что люди, они не готовы выступать в брак независимо от их решения. Ну просто не готовы. Нет ответственности, нет устремленности дальше быть вместе. Вот смотрите, как происходит. Дело в том, что когда мужчина и женщина встречаются, у них разные цели, разные задачи в обществе вообще. И женщина, она, ну должна быть, не должна, она стремится быть привлекательной. Если у нее нет ее защитника, нет мужчины, который будет с ней, она стремится быть привлекательной. Для того, чтобы привлечься. Да, что это значит, как только он появляется. Нет, смотрите, тут, сейчас дальше нам Артем расскажет. Да, в том-то и дело, что она... Тут очень важно, да, женщина, первый самый пусковой механизм, да, это когда женщина привлекательна, она к себе привлечет вот так, у самого мужчину. А дальше? Она готова для того, чтобы рыцарь в ее жизни появился. Посмотрите на улицу, посмотрите, послушайте бабушек, которые придевают претензии молодому поколению. Они, говорят, чрезмерно привлекательные девчушки ходят, да? Смысл в чем? В том, что девушка, когда она привлекла своего рыцаря, она автоматически в голове и в своем поведении может перестать быть привлекательной для всех и стать привлекательной только для своего рыцаря. А для других стать красивой, замечательной девушкой и женщиной. Женщиной и девушкой. Коротко. Не все девушки так делают. Не все так делают, да? А у мужчины какая задача? Давайте подумаем вместе. Так как он уже привлекся и все, они уже встретились, он вот этот вот свой поиск Wi-Fi своего, да, он должен отключить. Теперь он уже не должен искать, кому привлечься больше. Но мы же говорим о том, что есть люди, которые не могут отключить этот Wi-Fi, они кажутся, вот она меня привлекла и он пошел за ней. И о таких мужчинах говорят, за каждой юбкой. Его вина в том, что у него дома есть кто-то или где-то есть кто-то, да, которая его привлекла, и он к ним привлекся. Но он это как бы упускает на время из виду, говорят, ну ничего, и тут еще красивее, тут еще лучше, тут еще моложе. Яблоки слаще. Яблоки слаще, да. У соседа. Хорошо. И в итоге что тогда получается делать? Это мы, значит, должны изначально с вами закладывать вот именно эту позицию для девочек и мальчиков, когда вот мы их взращиваем. Или же это каждый человек, достигнув определенного развития личности, он должен вот эти вот включать, выключать. По крайней мере, люди должны об этом вообще знать. Но есть здесь и не то чтобы вина, а те обстоятельства в обществе, которые нас к этому подталкивают. Потому что, если вы замечаете, то любая реклама для того, чтобы привлечь, ну календари для строителей, видели ли вы когда-нибудь, календари для сотрудников, ну для строителей. А календарь для Путина, видите ли? Нет. Там очень много красивых девушек, да? Вот, в чём смысл привлечь через привлекательных женщин, привлечь к своему товару. И мужчина, он, как бы он не хотел выключить свой Wi-Fi, если он не может контролировать себя, если его самоконтроль слаб, то тогда он привлекателен. Привлекаем. Привлекаем. И бегает вот так вот туда-сюда. Хорошо, Артём, всё ясно, понятно, да? Мне не всё. Можно я спрошу? Да, конечно. Потому что я так и не поняла, что происходит, что вы говорите этим мужчинам, которые к вам приходят с чувством вины от совершённой ими измены, после того, как вы ставите их перед фактом, что вина-то его. Дальше что происходит? Вот поставить человека перед фактом – это дать ему тот его какой-то неправильный поступок и сказать «живи с ним». Нет, мы приходим к тому, что он сам говорит об этом. Но ведь вот в случае из практики, да, мы приводим те примеры, когда клиент сам разрешает говорить об этом. Приходит человек, который говорит вот такой, размашистой такой походкой, заходит, плюхается буквально в кресло и говорит «как мне сказать жене, что я её изменил?» А, то есть есть необходимость всё-таки открыться. И вот мы спрашиваем «а для чего? Какой конкретный посыл? Для чего?» Ну мы же с ней доверяем друг другу, я же ей обещал, что я всё расскажу. И я его спрашиваю «а что будет, когда вы расскажете?» Ну она примет решение «и какое?» Спрашиваю я, она говорит «ну у нас двое детей, ну наверное, ну пусть знает всё равно, должна знать, что я один буду с этой виной ходить». И вот в этой ситуации я делаю профессиональный такой шаг, когда понимаешь, что наши отношения с ним лично человеческие могут сейчас быть в конфликте. Да, в конфликте. Я ему говорю «вам нельзя пока говорить ей». Он говорит «слишком сильно ты счастлив». Как нельзя, да, о том, что пожуй лимончику, да, слишком ты сильно счастлив. А он говорит «а когда я могу это рассказать?» Давайте подумаем, когда он может рассказать. Тогда, когда он уже пять лет будет с этим ходить, с ощущением вины, когда он похудеет весь, побледнеет, позеленеет. И она его спросит «дорогой, что с тобой происходит?» А он скажет «я не могу тебе сказать, милая». А потом он скажет «знаешь, пять лет назад я поцеловал другую девушку». То есть вот так вот бежать с порога после бурной ночи к жене с цветами и говорить «прости, любимая, я тебя изменил, но и люблю я тебя, и только тебя, а нельзя». Да, в таком случае. Есть очень хорошая фраза, да, ты хочешь освободиться от вины, да, но ты подумаешь, что будет испытывать твоя вторая половинка. Ну, действительно, помните же, да, из кавказской пленцы, что грехи нужно смывать кровью. Так вот, вину нужно исполнять как-то, ее исполнять именно своим раскаянием, если действительно человек в этом раскаивается. Ну, теперь есть вопросы еще по поводу... Да, немножечко можно продолжить здесь. Это как раз из твоих поклонников в Фейсбуке, которые разбирали тему измены на протяжении целой недели. Вот как раз тоже приводит пример, что знают пару, которые уже в браке почти 30 лет, и жена играет роль матери-страдалицы, жертвенницы, да, когда там муж там, потому что все время уходит, да, все время изменяет. Он возвращается в семью, все снова счастливые, такие вот американские горки. Раньше ее жалели все вокруг, когда муж гулял, а теперь все поняли, что вот она просто, ну вот ей нравится, она в этом состоянии, не то, что нравится, она втянулась в это состояние, да, вот она сгорает и снова там воспарит, когда он придет. Вот такие случаи тоже бывают. Давайте будем так еще говорить, да. Мы всегда с вами должны четко понимать, что если мы занимаем роль жертвы, про которую говорим, да, то всегда есть вторичные выгоды. Об этом я и хотел сказать. Давайте подумаем, какая здесь вторичная выгода. Сейчас, когда вы говорили о том, что и вдруг все поняли, это вторичная выгода, она вот сейчас уже под угрозой, потому что все же говорят, ну сколько, ну сколько можно вообще терпеть. А вторичная выгода проявляется в том, что она, ее, во-первых, жалеют и, конечно же, понимают, что она страдалится, ей нужно помочь. Если не как-то материально, то морально, психологически. И когда мы говорим, да, о психологическом вампиризме определенном, да, конечно же, в кавычках, то не нужно упускать из внимания и психологическое донорство, когда человек изначально отдает, отдает всего себя для какой-то вторичной выгоды. Здесь же, возвращаясь к вопросу измены, мы можем сказать, и я не то чтобы выступаю в защиту мужчин, но от лица мужчин могу сказать, что, по крайней мере, я заметил это в профессиональной деятельности, что мужчина может изменить не только жене, но он может изменить отношениям. И это не факт измены своего решения относительно жены, а относительно тех отношений, к которым он сейчас находится. А можно поподробнее об этом? Да, конечно. Говорят, что от хороших же он не уходит. Да, слышали не раз такое, да? Знаете ли вы какую-нибудь хорошую жену, от которой ушел муж? Есть такие примеры, да, потому что дело не только в жене, а дело в тех отношениях, которые есть между нами. Проблема, основная проблема человеческих отношений в том, оказывается, мы каждый раз, входя в какие-то отношения, не являемся, будучи полностью к ним готовыми. И поэтому большинство кризисов, а у нас кризисный центр, и я кризисный психолог, мы рассматриваем любую ситуацию со стороны кризиса, она вы можете отследить. Вот когда люди, они собираются жениться, но выбирают свадебное платье, или выбирают место, тогда они могут поссориться. Когда они выбирают новую квартиру, когда они выбирают садик для ребенка, когда они входят в отношения, к которым не готовы, и еще не знают, у них нет тех стилей поведения, которые есть. Так вот, в семейной жизни таких как минимум три, как минимум. И уровни отношений как минимум три между мужчиной и женщиной. Вот если мы по этим уровням отследим, то будет понятно, что и кому налаживать. А давайте про три уровня подробнее. Конечно. Когда мужчина и женщина встречаются, неважно, 15 лет, 25 или 35 они встретились, они друг к другу относятся как мужчина и женщина. И тогда начинаются серенады под окнами, начинаются конфеты, прогулки по Александровскому саду, и фраза о том, смотри, какой замечательный у нас мост, о том, какая красота вокруг. Когда они это изживают, и мужчина понимает, что он хочет не только провожать до дома и с утра встречать, а хочет и просыпаться вместе, и быть вместе. И тогда отношения переходят на уровень, когда он готов взять еще большую ответственность. Он говорит, давай будем мужем и женой. Мужчина говорит, будем мужем и женой, потому что он берет ответственность. Женщина понимает, что он готов взять на нее ответственность, он вынесет всю эту ответственность. А если женщина говорит в паре, ну когда же ты, наконец, мне сделаешь предложение, мы уже там 6 лет с тобой ходим за ручку по этому Александровскому саду? Об этом скажем. Вот эти отношения, они переходят на уровень мужа и жены. И тогда это уже другой уровень отношений И там другой уровень ответственности И там уже начинаются квитанции об оплате садика А там начинается, кто будет выносить мусор, кто будет покупать кефир И кто не может никак вызвать ремонтника, который там И кто пойдет к соседям жаловаться А третий уровень отношений – это уровень отношений мамы и папы Когда они воспитывают собственного ребенка Так вот, проблема заключается в том, что иногда мы перешагиваем Не оставаясь на уровне мужчины и женщины Перешагиваем в мамы и папы Или, допустим, в муж и жена Мужчина, приходя с работы Он же приходит мужчина к своей женщине, правильно? А его встречает мама разъяренная А его там встречает мама и говорит Ты купил кефир? Ты купил это? Почему ты не купил? Или жена? Почему квитанции не оплачены? Но то же самое может быть и наоборот, правда, реже И мужчина-то говорит А где та прекрасная фея, с которой я познакомился в институте? И она ему говорит Давай поменьше разговоров И побольше этой самой практики Пожалуйста, вот тебе магазин, вот тебе пакет, вот тебе гвоздь, вот тебе картина И мужчина оказывается не готов ко всему этому, да? Он не то чтобы оказывается не готов, он оказывается не удовлетворен Его потребность в том, чтобы... Вот смотрите... Вот ту фею ему надо все равно, чтобы она присутствовала в его жизни, да? И если ее нет в реальности, вот в этих отношениях, то этих фею он начнет искать в своем окружении Конечно нет, конечно нет Но внутренне его маятник начинает раскачиваться И вот это вот измена отношения И кто-то подтолкнет когда-то И когда мы только рассмотрим, а кто виноват, жена виновата или кто-то, это было бы слишком однобоко Потому что большинство советов, которые не профессиональные, но такие действенные, да, о том, что начните вдруг, начните за собой следить, начните плакать в подушку, но мужу никогда не говорите Это, конечно же, не то, да? Нужно налаживать уровень мужчины и женщины в этих отношениях, но так, чтобы это было экологично и гармонично для обоих И к тому же, чтобы еще не хромали такие роли, как жена, мать и муж и отец, да? Потому что эти роли тоже приходится отыгрывать современному человеку по полной программе, мы с вами это прекрасно понимаем Люди восточные считают, что одна из трудностей нашей современной культуры в том, что женщины для выхода на улицу красятся и накрашиваются больше То есть приводит себя в порядок гораздо больше, чем дома То есть социуму нам хочется нравиться, а вот мужчине, который рядом с нами Хорошо, а тогда, если мы с вами развернем сторону женщину, мужчина, почему тогда женщин? Да, какие причины у женщины на такой решительный шаг, как, например, изменить своему мужу? Для этого нужно понимать природу женского и мужского мышления Мужчина, конечно же, мужчина это так... Женская измена, она эмоциональная, она чувственная, она всей природой такая, да? Мужчина это... Это про химиок, про который я говорила, да? Да, если женщина химик, то мужчина физик, да? И он как бы действует именно с физической стороны Мы же говорим про то, как женщина себя чувствует, как это-то происходит А точно так же, ведь она же принцесса Она же ждет, что в ее темницу где-то дракон сидит сверху Вдруг ворвется этот прекрасный рыцарь и скажет, я пришел А она приходит домой, а он сидит за компьютером и играет И не врывается никто в ее темницу Да, она ставит пакеты с продуктами Говорит, я сама соберу ребенка и уходит в садик А потом понимает, что не хватает в ее жизни вот этого героя Не хватает И получается, что это герой-рыцарь в тапках, сидящий перед компьютером Он одновременно хочет, чтобы к нему относились как к рыцарю И ничего не происходит И ничего при этом не делает Ни та, ни другой Следовательно, мы можем уже говорить Вот сейчас Артем рассказал про определенные маркеры, да? Которые есть в отношениях Да, и если вы сейчас узнаете вот эти состояния, да? В своей собственной, например, семье То мы бы вам порекомендовали уже начинать действовать Да, потому что это та обстановка, в которой это может зародиться Которая сопутствует Предпосылки Да, предпосылки, которые есть Есть же и маркеры, про которые мы сказали, да? Да, еще можно про маркеры немного, да? Да, про маркеры Как понять вообще, что вдруг начинается что-то нездоровое в отношениях Что-то не то, да? Вот жили-жили 15 лет Вроде бы все было Кто 15, кто 3 Давайте мы на примерах о том, что вот сидит мужчина за компьютером И вдруг ему нужно сходить в магазин Он берет, гладко бреется Одевает свой самый лучший костюм Который у него есть свадебный и есть вот этот самый лучший Он бы одевает его и пошел в магазин То есть вдруг он начинает, знаете, как самцы этих птиц Распускать перья Он начинает распускать свои перья Безосновательные, считает женщина Куда ты собрался? А женщина спрашивает Милый, ты куда? А он говорит Ну слушай, это единственный костюм, который постиран Да, это действительно то, что я могу одеть Да для мужчины любой Он взял и одел И пошел, собственно Да, накрасить Ну как-то не надо краситься Он взял, одел и пошел Ну смотрите Какой еще маркер есть? Да, это отстраненность эмоциональная В какой-то степени Отстраненность от того, что происходит Как бы в своей, какой-то в своем внутреннем мире В коконе В коконе Потому что помните эту фразу про то, что Ага, пересолил или пересолил, значит влюбилась Почему? Да потому что тут он, его здесь нет Он в другой вообще обстановке находится Он вспоминает или он наоборот думает Как это будет дальше все происходить Есть еще одна предпосылка Когда вдруг в отношениях Даже, ну в каждых отношениях Есть те вещи, которые мы должны Над которыми трудиться Трудности То вдруг эти трудности Отходят на задний план И все становится хорошо То есть такая, да Псевдо Обман Обманное такое состояние Что у нас все в нашей с тобой семье Все гладко Тише и благодать, да? Вот и я сейчас попробую На тех вот трех уровнях Это все рассказать Чтобы наши слушательницы-женщины И слушатели-мужчины Понимали, что к чему здесь вообще происходит И как это все можно раскрутить Все настроились И будут анализировать Как можно провести сеанс психотерапии За три минуты Да, давай, Артем Вот смотрите, основная суть Что заключается в чем? Появляется Мы будем рассматривать на примере мужчину А у мужчины появляется новая пассия Новые интересы Да, он понимает, что там-то неизведанно Ему нужно стремиться туда И он Вот если мы говорим Три трети отношений Первая треть Это отношения мужчины-женщины Вторая Это муж и жена А треть Это мама и папа Да, родители То там у него Когда в семье Мужчина и женщина Начают прихрамывать Он находит это рыцарство В других отношениях И в семье у него остаются Две трети А на стороне Одна треть Та женщина Которая находится С этим мужчиной Она же тоже женщина И рано или поздно Чаще рано Она говорит А когда же ты возьмешь На себя ответственность И вот эти шесть лет Мы с тобой ходим По лесоваревскому саду По ночам Где? Где результат? Где колечко И где прочие вещи? И она понимает Что ну как-то неравновесно Это все происходит Она на себя перетягивает Мужчина получает В отношениях с ней Все те чувства Эмоции Которые он должен получать От жены И если раньше Он предъявил Претензии о том Почему ты Почему ты мной Не гордишься Почему ты не говоришь Какое замечательно Почему ты мной Не восторгаешься Несмотря на то Что я в тапках За компьютером сижу То здесь это перестает быть И как бы этих проблем нет И женщина Она Если она действительно Загружена по уши Вот этой всей домашней работы Она говорит Ну слава богу Хотя бы Идетут вот у нас наладилось Но это первое Показали того Что где-то это решается Значит на стороне На стороне Вот Вместе с этим Эту же самую ситуацию Можно очень легко Развернуть И помочь Сделать так Чтобы отношения Снова стали гармоничными Вот там кстати У нас в фейсбуке Да Есть мужчины Которые Конкретно пишут О том Что вот Если мужчина С женой Все время Занимается регулярно Сексом Она И все будет хорошо Да Это изнеможение Да изнеможение То значит Все будет Великолепно Там женщина отвечает По этому поводу Очень тоже Красочно Когда мы говорим Об ответственности Мы не всегда берем Вопрос секса Вообще вопрос Близости какой-то Мы говорим Про близость духовную Близость душевную Потому что Вот там Где принцесса И там Где рыцарь Там Мы не говорим Конечно Это само собой Разумеется Но вместе с этим Тем мужчины Представьте Вот подводники Да Эти люди Которые уезжают На Какие-то в горячие точки На полгода На год Вот эти люди Которые улетают В космос Или еще куда-то Деваются На как минимум На 6 месяцев Для них Это бы оправданием Не звучало О том что Ну дома у меня Тут ведь все равно Никого нет Мужчина Способен это выдержать И вообще Вот этот миф О том что Мужчине нужно Каждодневно Подавай Каждую неделю Это Очередной миф Который К сожалению Умеет свою вторичную выгоду И разумеется И проталкивает С теми У кого есть Вторичная выгода Что это значит Я не поняла Но мужчины Проталкивают Свои собственные Интересы Мужчины Да Ну мы же Деятели Да Мы же Хотим как-то Дать себе возможность Оправдать Те слабости Которые у нас есть И если я говорю О том что Нет-нет Это не я слабохарактерный Это природа моя такая Я вынужден так действовать Потому что я самец Я альфа-самец И им не надо А раз там нет То значит Я где-то это возьму Я же победитель по жизни Ну вот здесь Мы бы с ним могли поспорить Да Потому что я сторонница Мне нравится очень Кстати Вот с точки зрения Артема Я прям ее принимаю На все сто процентов Но там внутри Да Потому что я все-таки С медицинским образованием И очень много что изучалась И Да И я опять-таки Как Артем сказал Ну ты просто оправдываешь Мужчин Вот их полигамность Понимаешь Да Но я считаю Что мужчины По природе своей Полигамны Да Вот я так считаю Ну как бы Это моя точка зрения Основанная там На физиологии Основанная там На палеонтологии На многих А нельзя вот эту полигамность Как-то до брака реализовать Как ты думаешь Мне кажется Что можно Давайте мы это обсудим Да Давайте мы это обговорим Потому что Мое образование Тоже имеет в себе Некоторые вкрапления Медицинского характера Да У меня и медицинское образование есть Но я хотел бы здесь Высказать свое Свою точку зрения По поводу полигамности Да Дело в том Что постепенно Современное понимание Полигамности Означает Что мужчинам можно Женщинам нельзя Нет Мне не нравится Мое введение Мужчина он должен Он может У него Ему необходимо В силу того Что он должен оставить Там не знаю Большое количество Детей После себя Благодарных ему Да Или какие-то Другие причины есть Но смотрите А изначально Полигамность Это всего лишь То свойство Это такое свойство Вида Создавать брак Какое-то определенное Устойчивое отношение Вместе И не может быть С точки зрения Природы Чтобы Внутри Одного вида Один пол был Полигамен А другой Моногамен Потому что Изначально Этот вид обречен Будет на Вымирание И тогда Получается Что мы говорим Только о сексуальной Полигамности О том что Мужчина Ну просто вынужден В нем есть Это стремление А знаете Какое стремление Есть в мужчине В мужчине много энергии Которую он должен Куда-то выразить Есть такое Такое слово Которое воспринимается Иногда как Как ругательное Слово Сублимация Это трансформация Своей внутренней энергии Во что-то положительное Ну например Творчество Если мужчина Бизнес Имеет внутри Много энергии Нереализованной А трансформировать Куда-то ее Он не имеет возможности То такой природный И всем понятный Способ этой реализации Это отдать кому-то Особенно если Это такой Миф существует А миф о полигамности Это вот как раз То удобно Это легкий выход Которая может В принципе Прикрепить И вместе с этим Очень легко Этот миф разбивается О практику Если мужчина Считает Что он полигамин Да То тогда он Обычно У полигаминных Мужчин Всегда есть где-то Вот в прошлом Его травмирующая История о том Что в его отношениях С девушкой Она ему сказала Фи Он сказал Ах так Ну тогда я полигамин Да И так все Оставшуюся в жизни Понимаешь Да Потому что я тогда Мне однажды причинили боль И я буду эту боль Причинять всем своим Если мы будем говорить Да Чтобы было понятно Полигамность Это стадо обезьян Которые бегают Друг от друга Одновременно И самки И самцы И делают что попало Да Когда-то это было В нашем Я думаю В истории человечества Да Но вот То что сейчас У нас уже общество Да И поэтому мы с вами На эту полигамность Теперь будем смотреть Как вы смотрите Мне нравится А моногамность Это две птички Сидящие в гнезде И выращивающие Своих птенчиков Птенчиков И мне очень тоже нравится Эта картинка Неразлучники Ну пусть будет Я такие не знаю Кстати говоря Да Потому что Конечно же Человек биологическое существо Но это человек В нас есть одновременно И социальное Есть одновременно И духовное Есть одновременно Вот эта любовь Вот все что Все в чем отсутствует Любовь Становится одновременно Каким-то Не то чтобы мерзким Но некрасивым В нем не хватает В этом Чего-то такого Человеческого настоящего Давайте я вас верну К своему вопросу По поводу того Что не реализовать бы Свою полигамность До брака Потому что Вы знаете прекрасно Что когда европейская Западная культура Хлынула На весь Советский Союз Обрушилась Со всей своей сексуальной Революцией Одной, второй, третий, десятый То идеология Того что Нужно до брака Все познать И не один раз Она тоже сюда пришла И в общем расслабила всех Попробовать и выбрать И вроде бы она казалась Логичной Ну потому что Да Как говорится Чтоб наелся И больше не хотелось Там сладкого Да И вот эти поздние браки И прочее Вот она себя оправдывает Все-таки Я наверное Сейчас вызову на себя Гнев Я привлеку на себя Гнев многих Но я буду расценивать Этот гнев Как интерес К этой теме Дело в том Что физическая близость Это не просто Наслаждение Когда мы вместе Поели там Допустим Что-то в ресторане Или вместе Посмотрели фильм Физическая близость Имеет несколько уровней И вообще любая ситуация Она имеет несколько уровней Телесный Психологический И энергетический уровень Почему восточные практики И вообще восточные Те мудрецы Которых мы сейчас Мы принято их Везде цитировать От запада к востоку Видите мы Они говорят о том Что на самом деле Физическая близость Это принятая на себя Мужчиной Ответственность за женщину До конца Ее и его дней Обычно пауза Да Вот сейчас такая Он говорит Я беру на себя Так нужно Когда философия Восточная идет То есть если я тебя Осмысливать Если я тебя Подпускаю к себе Так близко То я беру За тебя Ответственность на себя Если ты меня Подпускаю к себе Так близко Я беру на себя Твои кредиты Мои кредиты Твои проблемы Мои проблемы Теперь ты за мужем За мной И поэтому Физическая близость С женщиной Для мужчины Это практически Вот такая уже Почти Они уже почти супруги Это уже почти Их союз Одно целое Одно целое Да И относиться к этому Вот так что Ну надо наиграться Есть такая песня О том что Не важно было сколько Девушек там у тебя Все равно ты будешь счастлив Только с одной И имя у нее будет одно И поэтому Вот эта вот Точка зрения о том Что ты должен Сначала всех попробовать Потом посмотреть Кто из них лучший И выбрать эту лучшую Она себя не оправдывает В жизни Потому что Для нас лучший Это вот именно Наш человек Скажем нам хорошо Нам нужно только Смочь его выбрать И быть с ним И вот этот Путь выбора Да Это самый сложный Путь героя Да Потому что Где ты ходишь Вечный вопрос Да Где ты ходишь Когда мы встретимся И с каким опытом Ты ко мне придешь Мне бы хотелось О чем сказать Вот смотрите Принцесса Которая сидит в темнице Вот этот образ Если она будет сидеть В темнице С телефоном И говорить Ай да не мешай мне Да я тут вот вообще То тогда этот рыцарь Он походит Походит И найдет другую темницу Пониже Но там где ему будет Вот эта коса Да На улице Которая девица Будет улыбаться Смысл это в чем В том чтобы Принцесса В том чтобы Принцесса Она Вот мужчину Подталкивала К тому Чтоб он понял Что я готов быть рыцарем Вот это постоянное Взаимодействие То есть подвиги Качество подвигов Зависит от этой самой Принцессы Да Мы сейчас с вами Немножечко ушли В другую сторону То есть мы уже В поиске В сказке Нет а про поиск Говорим пары А все таки Я вас вернув В тему измены И у нас просто Не так много времени Остается Несмотря на На длительности Нашей программы Вот у меня Очень волнует вопрос Есть ли жизнь После измены Как ты Нань поставила Можно ли прощать Вот и Нужно ли прощать Да Артем И вообще возможно ли Прощение С точки зрения Психолога-мужчины Вот это Для меня тоже Это очень интересно Получилось так Что я вот в этом вопросе Услышал три Очень глубоких И таких объемных вопроса Ответить На которые я тоже Постараюсь как-то вот Ну как-то Постараюсь ответить Как-то Как получится Я думаю Что вы согласитесь С тем Что измена Это предательство Согласимся Измена это предательство Измена это пощечина Не важно Мужчина Сделает пощечину Или женщина Или женщина Это пощечина Которую мы можем Проглотить И сказать что Ну бывает В некоторых семьях И сапогом бьют Да допустим А тут ну бывает Ну ударил Подумаешь И тогда женщина Она вынуждена терпеть Ее второй раз И вот эта безнаказанность Она подталкивает К тому что мужчина Он находит Лучше ему решать Это на стороне А дома Да Дома у него жена Дома у него Мама его детей И там все хорошо Или иногда Они проговаривают Что да Вот так оно и есть Да Вот это твоя роль Это моя роль Мы ее играем Для общества Да А если она говорит Ты мне сделал больно Или ты мне сделала больно И я На данный момент Не могу тебе доверять Я вообще не могу Сейчас быть с тобой Мне очень от этого больно То тогда Если Вот когда можно быть с человеком Когда он понял Что он причинил вред И своим видом Показал Что я не буду Поступками О том что я раскаиваюсь И тогда женщина имеет право Не просто уйти в лес Там прокричаться А домой вернуться Улыбающаяся И понять что Больше ей бигуди Одевать на себя не надо Да И она во всем виновата А она имеет право сказать Что Я от тебя не отказываюсь Но вместе с этим Если ты хочешь начать все заново Если ты действительно пришел вернуться Да Если действительно Ты хочешь Это все будет То тогда давай заново Заново серенады Заново Александровский сад Заново все это Мы сделаем И все будет хорошо Измену А это не самообман? Это не самообман Если она внутренне готова Это если она видит Вот знаете Есть статистика Которую к сожалению Я подтвердить никак не могу Но то что я прочитал Оно меня заинтересовало Из ста мужчин Ушедших От женщины К другой Домой пытаются вернуться Потом к отношениям Пытаются возвратиться К первым отношениям Да К первым пытаются возвратиться Примерно 80% То есть 80 человек пытаются вернуться Большой процент А почему? Потому что мужчина понимает Что там Вот там В отношениях с любовницей Он не получит Ни вот этого Ни вкуса этих домашних отношений Смотрите в чем Я понимаю что Там уже сформировались Потому что дома Определенные вещи Которые ему нравятся Там две трети Базисные вещи Потребности удовлетворяются Поэтому Как вы сказали Это одна треть Она вспыхивает Он ее получает А потом праздник заканчивается А две трети Это ведь надо строить И строить заново И готова ли та девушка Например Да Отыгрывать все остальные роли Да В психологической практике Есть такой Такой парадокс Вот смотрите Мужчина уходит туда К любовнице У них в семье Все налаживается А у нее У любовницы Не налаживается И она понимает Что она недополучает А раз недополучает То она начинает Говорить Когда мне Это вторая Хотя бы треть А он говорит Знаешь У меня же уравновесилось У меня же дети У меня же статус Я пока не могу Это все делать И рано или поздно Вот в этом равновесии Оказывается Любовница Она начинает Компенсировать Вот эти отношения Семейные И потом Она же В большинстве случаев Из тех ситуаций С которыми мы сталкиваемся Она дает понять Жене Во время там Сообщения Какие-то Когда она знает Точно что Прочитает жена Или встречи Или фотографии Случайно Как бы лайкнутые Репостнутые И прочее Досделанное Для того Чтобы сказать Смотри Я тоже есть И вот в этих ситуациях Вообще В 80% Ситуации Вернуть семью Можно Отношения Можно Если мы поймем Что пощечина Дана нам Не совсем этим человеком А вселенной Миром Который сказал Люди Смотрите Что вы делаете С отношениями Брак Вот этот союз Супружеский Это постоянно Развивающийся Какой-то Организм И если Он каждый день Меняется От любого слова Меняется Если мы это Запускаем Вот вы куда То есть Жемя Которая видит Что любовница Мужа посылает Там Выкладывает В инстаграме Их фотографии Там С Бали Это сигнал От вселенной То есть Если она думает В эту сторону То даже и прощать То некого Потому что Ну это же вселенная Нет-нет В том-то и дело Что мы Вот когда говорим О вселенной Ответственность Она увеличивается Нет-нет Мне это нравится Мне это нравится На самом деле Вот смотрите Мне очень понравился Комментарий Тоже из Фейсбука Женский комментарий Который Гласит следующее Измена Это нарушение Договоренности В паре Кому-то можно Спать с другими Кому-то нельзя Вообще С противоположным Полом чаю Выпить Но это ладно Мне нравится Что нарушение Договоренности В паре А раз Это договоренности То в процессе Разбора ситуации Эти договоренности Могут быть изменены Вот у нас были с тобой такие Сейчас что-то там произошло Давай Обсудим новую ситуацию Такое бывает Смотрите Да Конечно Не обязательно Это сразу же Если ты узнаешь Об этом факте Сразу же Сбор вещей Хлопанье дверью И больше Не приближайся ко мне На расстоянии Вытянутой руки Обязательно Светлана считает Что это обязательно Ну а к чему дальше Это придет Да То есть для тебя Пол жизни был человек Близок тебе Да Он Дальше я тебе скажу К чему это приведет Новая башня Новая коса Хорошо выкрашенная Новые рыцы Действительно Когда мужчина спрашивает И что Что дальше Да как в этом всем быть Да Почему это предательство Почему это измена Что меняет мужчина Он изменяет своим Не принципом Который он там говорит Да Изменяет свое решение Которое он документально Зафиксировал Если это было еще и в ЗАГСе Которое он выразил это И сказал Будь моей Она говорит Буду А потом В чем измена Не в том ведь Что он Взял и изменил с кем-то А в том Что он предал Свою же клятву Это то Вот мужчины Мы очень хорошо понимаем На примерах Допустим Из бизнеса Из деловой жизни Два бизнес партнера Не важно какого Ваня Пола Сказали Всегда будем строить Эту организацию вместе Только ты и я И каким-то врагам Конкурентам и прочим Не дадим ни спуску Никаких вот мы не дадим Им привилегий И вдруг один Случайно узнает Что тот От лица его организации Заключает какое-то там Соглашение На много-много лет Он говорит Друг Что происходит Почему ты предал Он говорит Да не-не-не Это неправда все Это не всерьез Вот если мужчина Обдуманно Осознанно И кстати Только тогда можно говорить О том что Дорогая я изменил Когда его решение Уже точно принято И прожито им Он скажет Знаешь Я очень долго думал Я все взвесил Я понимаю все качества Я все понимаю Я всю ответственность понимаю За тебя За себя Но жизнь складывается так Что я дальше не вижу Развития наших отношений Ну нет просто возможности Поэтому давай мы с тобой будем Оставаясь на уровне Допустим Родителей Нашим детям Мы с тобой будем Как-то пытаться Быть счастливым В разных семьях И он помогает Он не бросает Ответственность за свою жену Он не снимает себя Он говорит Я с тобой Но вместе с этим Я вижу счастье в другой И вот есть ли жизнь После этого Света Она конечно есть В какой-то форме Да Но только ведь Она выходила за того принца Да А этого принца У нее уже забрали Тут вопрос Еще одной программы Это вопрос Самодостаточности Людей в браке Насколько нужно Растворяться Друг в друге Насколько нужно Осознавать Самого себя Потому что Очевидно Что если Там женщина Не Мыслит себя Без этого мужчина А мужчина говорит Ну давай мы будем счастливы В разных браках То он сохранил Свою целостность Да Какую-то А она уже Она не сможет Это хороший вопрос Но наверное Просто нам не хватит Времени Чтобы его сейчас Давайте я в минутку Пытаюсь уложиться По поводу того Что вообще представляет С собой союз Что представляет С собой договоренность И почему мужчины Или женщины Отказываются от этого Давайте Когда мы говорим Что вот было бы неплохо Если брак Семья Это было бы такое Свободное отношение Вот как гостевой Я пришел Поел И ушел Я против Или что-то там Я пришел Поел Или я там То есть я свои какие-то Обязательства Свою часть выполнил Твоя часть И все Мы расписались В получении И разошлись Это одно Но брак На самом деле Он ограничивает И нужно понимать Что брак Это своеобразная Духовная практика Это определенная Аскеза для мужчины Женщина Ограничивает мужчину Физически Теперь ему нельзя ездить Туда Куда он обычно ездил Теперь ему не стоит Вести себя так Как он обычно вел И он Если он воспринимает Это в штыки Как в самоограничении Значит он тогда Ищет обходные пути Но он должен понимать Что вот это физическое Ограничение Любимой женщины Означает Внутреннее раскрытие себя То есть рост Да Внутренний Свой Если этого внутреннего роста Не происходит То значит И И он видит это Как кандалы На своих ногах Руках И вообще на самом себе Теперь мы понимаем Почему в общем-то Современный мужчина Не очень не торопится В брак Да Есть определенные Предпосылки общества Которые подталкивают Мужчину изменять И об этом нужно тоже говорить Понимаете Если Теперь даже и общество Теперь подталкивает Тоже мужчину изменять Ну в нем есть определенный Структ Понимаете Вот наши Наверное родители И наши Ну просто Все наши родственники Они привыкли Вещи ремонтировать Мы же привыкли Ну купить проще Чем отремонтировать Вот кстати Там же в фейсбуке Написано Про детей Вот у меня клиентка Например она рассказывает Я вообще на мужчин смотрю Как на детей Которые вот играют Вот они с одной машинкой Играют Играли с одной машинкой Или она там сломалась И он тут уже смотрим Уже с другой машинкой играет Ему другую машинку купили Да родители И когда он рассматривает Отношения Не как серьезное Обязательство А как что-то Что мне дастся То тогда Когда это перестает Ему устраивать Ему нужно что-то новое И вот это уже качество Незрелой личности Незрелого мужчины Когда его ответственность Она вот такая вот Пустяшная Вот Вот как бы об этом наверное Но я хотел бы сказать Женщинам Слушательницам О том что Действительно Очень многое Можно сделать Для того чтобы Изменить отношение К лучшему Если мы согласимся С тем что Вся эта ситуация Она для чего-то произошла В таком вселенском Глобальном масштабе Для того чтобы мы поняли Что наш брак Вот такими темпами И с таким уклоном Он уйдет в пропасть просто Наверное Самая первая рекомендация Это не держать Это только в себе То есть не переживать Это внутри себя Вообще Первая рекомендация Так как женщина Это эмоция А мужчина Это разум Она может в присутствии Мужа вести себя Хоть как Она может Знаете говорят Эмоционировать По полной программе Она может делать Хоть так Ей больно Кто ей причинил боль Мужчина Но ей запрещается Делать три вещи То есть нужно кинуть В него сковородкой В этой ситуации Ну чтобы Без сильно физических Таких увечий Да У меня сейчас конфликт ролей Потому что Да Я Ну то есть Она может проявлять Это так Чтобы это было Чтобы никто не пострадал От этого вот так Ну чтобы потом Сильно Да Не сковородкой Хорошо Тонкой фарфоровой Первое что не стоит делать Это рвать сразу же Все что есть Ты негодяй Я тебя никогда не любила И никогда не полюблю Вот рвать Такие страшные слова Которые мужчина Однажды услышав Да Потом начинает сомневаться В себе И во всем вообще происходящем Второе что не следует делать Не следует проклинать Его и проклинать Мы не знаем Что там между И есть ли что-то И не является ли Вот эта вот Выложенная фотография На всеобщее обозрение Всего лишь игрой Последним шансом Той девушки Которую он не принимает И говорит Да ты что У меня жена У меня дети Я не могу А третье что Не стоит делать Это пытаться мстить Вот прям явно Именно женщине Мы из классики С вами вспоминаем Когда травили Своих собственных детей Медеи И всех остальных Здесь же есть практическая выгода Почему нельзя мстить Вот смотрите Любовница Которая просит Когда же Когда же Ты дашь мне колечко К получше Чему твоей жены И жена Обозеленная жена И вот эта вот Не получившая Он же испытывает ответственность И за ту И за другую И вдруг Та жена Которая и его-то Немножечко ему Не додает Да Она вырвала Клок-волосу Его новой девушки И его вот Маятник вины Он начинает Друг быть виноватым Уже не перед женой За что может Зацепиться Та же клок-волос Не дадут вырвать Нет А он может испытывать И есть чувство вины Перед этой любовницей Он может взять И вот эти две трети Раз и перекинуть К ней Все И тогда уже Вот так все зыбко А как же Желание причинить боль В ответ Оно же возникает Возникает Если предательство Если до глубины души А что с этим делать Кто сделал пощечину Кто-то должен получить Муж Да Вы сказали Вот эти моменты Мой лысый к этому времени Вот эти моменты Очень важны Потому что очень часто Уже бывает такое Что обиженная женщина Она начинает Именно мстить Или как-то досаждать Вот именно той женщине Которая По каким-то причинам Это хороший кстати вопрос Может быть мы доберемся До него Как Именно женщинам Выходить из этой ситуации Как Вообще сегодня у нас программа Да Она Мне очень нравится Что она раскрыта С точки зрения мужчины Да Поэтому я думаю Что не за горами Будет программа Когда мы еще и поговорим О тех переживаниях Которые испытывают В процессе измены Или же Когда ей Женщине изменили Да Тоже обязательно Потому что Вот то что вы сегодня рассказали Для меня например Это было очень ценно Это было вот прямо Такое Открытие нового мира Мужского мира Да Хотя с некоторыми вещами Я не соглашусь Мы с Артемом По этому поводу Уже разговаривали Но какой же он Другой Да В отличие от Нашего женского мира Вы знаете Какая идея у нас Буквально полминуты Остается у меня Есть Я знаю Что в личку В фейсбуке Надь тебе пишут Мне бы хотелось Чтобы мы В следующих программах Брали два Три кейса И разбирали их Ну чтобы Не только свое мнение Там люди высказывали А задавали конкретный вопрос Вот я так понимаю Что мы с Артемом Еще будем встречаться Вот поэтому Хотелось бы Чтобы вот были Эти два-три кейса Живых вопросов Которые можно Прямо разобрать Я с радостью Да Мы с радостью Разберем Отлично Я сейчас хотела бы Да Спросите Ведь у вас есть проект Который вы Как раз У вас связан с отношениями Расскажите про него Да Действительно В нашем центре Есть проект Который мы специально Разработали для семей Которые вот Еще не упали Вот в это вот В развод Да Но которые уже Вот они покачнулись И это называется Реанимация отношений Серьезная Четырехчасовая практика Для обоих Определенный ретрит Уединенности Для двоих Когда мы вместе Прорешиваем все Что они упустили И вот эта практика Она помогает Как раз увеличить Количество тех людей Которые сказали Дело не совсем Он изменил не мне А тому что между нами Происходит Потому что и меня Честное слово Это тоже начинает Она говорит Не удовлетворять И если я успеваю В эти 30 секунд Я хотел бы дать Общую рекомендацию Я не знаю Для всех Кто нас слышит Слышал и будет Слышать когда-то Есть такая японская пословица В дом где смеются Приходит счастье Вот и не важно 50 вам лет 60 Бегайте друг за другом Кидайтесь попкорном Хохочите Смейтесь Щипайте друга За все места Которые вы сможете ухватить Для того чтобы Вы чувствовали себя Вновь теми юношами И девушками Которые бегали друг за другом На втором курсе Не важно Там политеха Юрфака Отлично Отлично Теперь я хочу Чтобы вы обязательно сказали Где вы проводите Эту практику Мы Наш центр Называется Центр Кризисной психологии Два крыла Мы находимся В центре города Кирова Это Герц на 64 Работаем мы Так чтобы было удобно Людям С 10 до 8 Мы приглашаем Те пары И тех людей Которые испытывают Трудности в отношениях Для того чтобы Мы смогли Это развернуть Во благо И в пользу Всем отношениям И чтобы ваша семья Цвела Это самое главное И развивалась Ну вот Сегодня у нас такая была Интересная тема Тема измен Спасибо большое Света вам За то что вы Сегодня обсуждали с нами Эту душесчипательную Тему Я сегодня внимательным Слушателем больше была Да И огромное спасибо Артему Артем Скобелкин Сегодня был директор Центра кризисной психологии Два крыла И мы кстати Всем сообщаем О том что Еще не раз Встретимся с Артемом Всем спасибо Всем счастья Смейтесь Улыбайтесь Радуйтесь До свидания